Я вас приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о такой проблеме мегапролиса как долго не заживающий герпес. Мы с этим сталкиваемся все ежедневно и круглый год, и это не только весна-осень, когда у нас на фоне резкой смены климата люди достаточно адаптированные, неправильно часто бывают одеты или слишком перегреваются. Вот сейчас вот потеплело у нас весной, до сих пор можно увидеть людей в куртках и даже с мехом. Вот это перегрев, который при любом сквозняке, при любом попадании под кондиционер приводит к резкому переохлаждению, даже на фоне такой жары. Мы круглый год можем увидеть вокруг себя в офисе, в метро, в транспорте, в торговом центре и даже в своей собственной семье людей, которые ходят, чего-то там мажут у себя на губах, находят какие-то язвочки, каким-то образом пытаются их залечить, жалуются на жизнь, мечтают найти такое средство, которое бы с одной стороны заживило эти язвочки как можно быстрее, с другой стороны, чтобы они не появлялись вообще. Так вот, представьте себе, то, что мы видим на губах у людей, это то, что мы видим нашими глазами. Естественно, то, что находится у человека, простите меня, в трусах, от нашего взгляда скрыто. А там у нас находятся половые органы, слизистые оболочки, которых подвержены так же, как и наш с вами рот, губы, щеки и так далее. Поэтому можно предположить, что точно так же часто и упорно, как герпес поражает наши губы, герпес также поражает наши половые органы. Это половые губы, это область вокруг ануса, ягодицы, внутренняя поверхность бедра, мошонка, ствол, головка полового члена и так далее. Что это за собой влечет? Вот на несколько дней появилась язвочка. Кто-то дождался, пока язвочка зарубцевалась, кто-то не дождался, ринулся уже сексом заниматься, наградил герпесом партнера. Язвочка очень часто соприкасается с выделениями, это моча, это смегму у мужчины или менструальные какие-то выделения у женщин. И эти выделения, смешиваясь с нормальной микрофлорой, являются прекрасной питательной средой для вторичной микрофлоры, которая приводит к длительному незаживлению этих язвочек и к такой серьезной клинической картине, когда человек постоянно испытывает какой-то зуд в области гениталий, дискомфорт, рези, неприятные ощущения. Помимо того, что это просто снижает качество жизни, мешает человеку реализовать свой репродуктивный и романтический потенциал, это в принципе является показателем иммунологического дискомфорта и нездоровья. Наличие длительно переситирующей хронической вирусной инфекции говорит о том, что человек более подвержен другим вирусным инфекциям, простудным заболеваниям, синдромам хронической усталости и так далее. Встает экологичный вопрос, как спасти нацию от этой напасти. Тем более не будем забывать, что герпес по числу летальных исходов стоит на втором месте после герпеса. По численности смертности от вирусных инфекций вообще в нашей стране. Во-первых, начнем с того, что все хотели бы, чтобы герпес как можно реже к ним являлся, как можно меньше беспокоил. Как люди себя ведут. Вот появляется герпес, все сразу бегут в аптеку, покупают какие-то мази-мазать. И все у нас уже умные. Профессор Google всем помогает, да, и покупают какие-то иммуномодуляторы. Для чего? Да все мы хотим быстрее встать в строй. Все мы хотим быстрее почувствовать себя здоровыми. Бесконтрольный прием иммуномодуляторов также вреден, как и бесконтрольный прием антибиотиков. К чему это приводит? Человек один раз форсированно себя вылечил, тут же вышел на работу. Второй раз. Через некоторое время его иммунитет приобретает состояние загнанной лошади. Когда больше подстегивать уже невозможно, и никакое подстегивание иммунитета уже неэффективно. Человек впадает в длительное состояние, когда интоксикация, температура, ломота во всем теле, слабость снижает его работоспособность. И вот вам, пожалуйста, какой-то несчастный косметический дефект приводит к серьезным нарушениям трудового прогноза. Я уже молчу о том, что герпес является причиной бесплодия, неразвивающейся беременности, преждевременных родов, врожденного инфицирования младенца и так далее. Что мы будем делать? Как мы будем его лечить? Как мы будем с ним справляться смарт-способами? Да, нам известно, что герпес не излечил инфекцией, потому что это вирус. Да, нам известно, что некоторые люди подвержены ей очень часто. Как нам с ней бороться? Какие у нас есть инновации? Да, они есть. Начнем с того, что максимальная концентрация вируса находится в самой язвочке. И там же находится скопление флоры, которое поддерживает долгое незаживление этой язвочки. Поэтому логично было предположить, что какой-то препарат для местного действия, антисептик, который способен за счет антиоксидантного эффекта осуществить такое убийственное действие на вирус простого герпеса, что этот препарат может ускорить сроки заживления язвочек и за счет непосредственного киллерного воздействия на герпес отсрочить последующее возникновение рецидива. И, о да, такой препарат есть. Если вы думаете, что это какая-то, я не знаю, космическая технология, которую наконец-то всекретили и прям вчера нам дали в руки, ничего подобного. Этому препарату 15 лет. Он уже 15 лет на российском рынке, польского производства. Препарат Ситрасет. Абсолютно натуральный. Это экстракт семян грифрута. Противопоказанием является только аллергия к грифруту, беременность и грудное скормление. Как мы его применяем? Мы осуществляем точечную аппликацию препарата в небольшом разведении. Почему? Потому что препарат достаточно концентрированный. Мы на язвочку наносим препарат в разведении сначала 1 к 4. Если мы видим, что этого недостаточно, потом 1 к 3, 1 к 2, доходим до 1 к 1. То есть на саму язвочку, там, где нам нужно, чтобы антиоксидантные свойства этого препарата подействовали непосредственно на возбудители. Каким образом мы действуем? Берем небольшой, это у меня стаканчик такой большой, можно взять маленький стаканчик. И что значит 1 к 4? Например, 10 капель препарата и 40 капель кипяченой воды. Вот вам будет разведение 1 к 4. И точечно наносим туда, где у нас есть герпетическая язвочка. Так мы делаем 2-3 аппликации в день, до 5 дней, до тех пор, пока язвочка эта не заживет. Но мы помним о том, что к обострению герпеса приводит некий иммунологический статус, который находится в состоянии напряжения, напряженный иммунитет. И нам нужно его скорректировать. Для этого мы используем иммуномодулирующие биологические свойства экстрактов семян грибрута. Это 15-25, в зависимости от веса, до 45 капель на стакан воды. Хорошо перемешиваем, принимаем 2-3 раза в день, от недели до 3 месяцев, в зависимости от тяжести, течения заболевания. Ну вот, я сейчас при вас попробую. Очень приятный цитрусовый вкус. И я рада, что у меня есть такая возможность при демонстрации этого препарата вам тоже немножко полечиться. Если вот видно, я вам покажу на себе, немножко такой желтоватый, потому что действительно цитрус, цитрусовый вкус. У этого препарата могут быть дешевые подделки, поэтому обратите внимание на ссылку в описании, где можно увидеть точно, как выглядит сама баночка и сама коробочка. Препарат продается во всех аптеках России, не нужно специально связываться ни с каким дистрибьютором, ни с какими распространителями, просто приходишь в аптеку и покупаешь. И побеждаешь герпес.